Кировничество Гомельского облаканкама, специалисты лесной господарки и активисты БРСМ из разных навышленных установ Гомеля. Миноветы такие прационные десанты накировался у романовицкое лесничество Гомельского лязгаса. На начале этого года на площади примерно 3 гектара повысякали хворые рослины, но земля должна приносить корысть. А тому после ответственной працовки хлеба тут вырешили одновить зеленую зону. Теперь тут посажено около 20 тысяч новых саженцев сосны и берозы. Для Гомельской области это субботник в Воголе мае особливое значение. Полову заробленных на им сродков накируют на проектование будовництва Гомельской областной клинической детской больницы. Мы оказались не совсем такой хорошей ситуацией, я имею в виду, по больнице. Это старая больница, которая нуждается сегодня в реконструкции и создании более хороших условий для будущего поколения. Доброупорядкованием территории подчас субботника займался и вице-премьер Беларуси Владимир Сямашка. В этот день он находился с рабочей поездкой в Мазыры и так само не заставился в Бакуа до гульной республиканской справы. У сего на Гомельщине удел у субботнику пройняли больше 450 тысяч человек. Спис, сделанного, вельми значный. Работники кармянского и льнозавода доброупорядковали пристань на РАЦ СОЖ. В Рогачевском районе работники установки культуры провели у парадок старожитный парк у вёсты кистяний. У Гомеля одним из центральных мест у проведения республиканского субботника стала территория вокруг СОЖ на Олимпийской улице. Городские улады занимались посадкой древ. Наверное, невеликий дождь не перешкозил проведению работ. Не глядяши на капрызы на дворья, субботник завсюду сопроводжается добрым настроем, тому, что дякающий огульной праце, прохожая город. Я, конечно, хотел бы, чтобы многие наши гомельчане не просто жаловали, что у нас город недостаточно озеленён, но вот вышли в этот день или в любой другой день, когда это возможно, и посадили бы дерево, цветы, посадили бы кустарники, ухаживали очень важно за ними. В акционерном товаристве «Гомельбуд» материалы у делу субботнику приняли омаль 60% работников. Яшикаля 200 человек отпрацавали ранней. Справа в том, что за товариством замазована яши городская территория, якая прилягает до предприемства. Минавито тут и наводзели парадок. На «Гомельбуд» материалах у Воголе кожную весну традиционно проводится месячник по доброупорадковании, у делу, яким принимаются все працующие. Что тычется непосредственно 23-го красавика, то участка специалистов в этот день займалась яши выработкой продукции. Не глядяши на снижение объёмов жилёвого будовництва без заказа у предприемства не застаётся. Она пойдёт для строительства и идёт сегодня по Гомельской области. Сегодня она идёт в деревню Хальч. Там строится огромная птицефабрика. Поэтому на кровлю тогда наша плита идёт. Поэтому уже сегодня отгрузка идёт. Сегодня идут блоки из ячества бетона тоже на это строительство. Активный удел у республиканским субботнику приняли и супрозонники милиции. Частка их выконывала свои непосредные обовязки, а остальные изменили форму на рабочее оденье. А прача доброупарадкования территории и посадки кветок у гэтый день у парадок провели яши станцию техничного огляду автотранспорту. Починаючи от одновления дорожной разметки до створения декоративной композиции с элементами живого рушая. Возможность как минимум раз в году провести ревизию своего хозяйства, будь то личного, будь то служебного. Чистка не только кабинетов служебных и территорий. Это своего рода чистка души. У Баку от республиканского субботника на Гомельшине не застались и школьники. Их головная задача – допомогти ветеранам и пожилым людям. Наученцы Красненской средней школы Гомельского района накировалися до 85-годовой Веры Зайцевой. Почас Великой Айчинной она еще у дитячем узросте допомогала партизанам. Потом працавала у Калгасе. Тады, каже, была молодой и никаких проблем со здоровьем не отчувала. А теперь на вот хатню господарку вести тяжко. Тяжело было. На себе пахали. Ходили так вот поле пахать. Если человек 7-8 легче, а если человек 5, потяните пух. Тяжело детство было. Молотили, сжали руками. Все делали руками. Опроча проектования и будовництва Гомельской областной клиничной детячей больницы. Зарубленные подчас субботника сродки будут накированы на реконструкцию историко-культурных каштонностей. Умасывание материально-технической базы реабилитационных центров для детей. А так само на подрыхтоку спортивно-оздоровленческих лагеров до летнего сезона.